Бизнес на селе. Для кого-то это просто слова, а для кого-то вполне реальный проект. Причем для этого вовсе не обязательно быть деревенским жителем. При желании и горожане могут добиться многого. В деревне Кадикасы Маргаушского района идет активная работа по строительству экопоселения «Зеленая усадьба». Тему продолжит Мария Шоклева. Еще пять лет назад на этом месте в деревне Кадикасы стояла разрушенная молочная ферма. Но землю приобрела семья Горбатиных. И тут появились ресторан, гостиница, баня, теплица. Есть даже собственный зоопарк. Козы, кролики, куры разных пород, фазаны, цесарки чувствуют себя здесь вполне комфортно. Во-первых, это красиво. Наш зоопарк он сельский. В сравнении с иными зоопарками, наверное, он не такой большой, обширный и красивый. Хотя в Чувашии, наверное, это единственный подобный сельский зоопарк. Зоопарк, в первую очередь, он для души. И, помимо прочего, к нам в наше экопоселение приезжают дети зачастую. И детям интересно познакомиться с животными. И не только городским детям, но даже деревенские дети, приходя к нам, удивляются, какие разные бывают птицы. Экскурсию по зоопарку для гостей комплекса проводит старшая дочка Михаила. Заботиться и играть с животными ей очень нравится. А это карликовые курочки. Самые маленькие в нашем зоопарке. О, смотрите, яйцо свесли. А вы едите эти яйца? Конечно, они очень вкусные. А это цесарка. У них диетическое мясо. Они нам в огороде помогают тем, что колорадских жуков с картошки едят. Хорошая птичка. Из козьего молока тут делают сыр. Яйца, мясо птицы-кроликов всегда нужны на кухне ресторана. Блюда, в том числе и национальные, готовит жена Михаила. Она же следит за порядком в гостинице. Пока в экопоселение приезжают друзья и знакомые Горбатиных. Но все только начинается. Мы, наверное, смогли бы запуститься гораздо быстрее и все наши объекты запустить раньше. Если бы власть нас, скажем так, местная полностью поддерживала в реализации. Но, может быть, здесь как раз вопросы связаны с тем, что власти не совсем доверяют каким-то новым инвесторам. Вот сейчас, когда мы на этой земле практически пятый год реализуем проект и подошли к тому, что мы принимаем гостей и рады видеть гостей, к нам отношение изменилось. В частности, я уже говорил, что мы в 2014 году вошли в федеральную программу по туризму. Как раз-то и говорит о том, что государство поняло необходимость реализации нашего проекта и оказывает нам поддержку. Сейчас экопоселение «Зеленая усадьба» – это 7 гектаров земли, на которой совсем скоро вырастут коттеджи, гостевые дома, таунхаусы. Уже к этой зиме тут планируют организовать горнолыжную трассу с подъемником. И любители зимних видов спорта наконец-то смогут отдыхать на территории родной республики. Мария Шоклева, Николай Яковлев, Республика.